Я чувствовал, что я как бы раненый такой, я ходил такой огорченый. И пророк мне говорит, мы стали молиться, и я не ожидал, что эта сестра была пророком. И она не знала моего состояния внутреннего. Я сделал вид, что у меня все хорошо, но внутри меня все плакало. И я не знал, что это за причина. И пророк мне сказал, гордое сердце имеет раны, а смиренное всегда довольна. Я тогда вообще чуть не умер. Я так на Бога обиделся. Это было 100% обличение. Там не было никакой благодати. Но это было 100% благодать. Потому что я тогда был очень гордый юноша. И мне казалось, что Бог должен только передо мной все выстилать и все полировать. Потому что я такой великий молодой человек. И я был весь раненый внутри. Потому что это была гордыня. И когда это было тяжелое слово для меня сказано, что гордое сердце имеет раны, а смиренное всегда довольна. Я с этим работал несколько лет. И может быть до сих пор работаю. И вы знаете, все, что здесь происходит, Господь нас привел на это место, чтобы мы здесь обрели прикосновение Господа. Но когда Господь касается, это не всегда бывает приятно. Это не всегда бывает сразу же понятно. Это не всегда бывает сразу же ответ. Как бы обслужил Он тебя, вы знаете, как в массажном салоне. Все. Нет. Он иногда бывает делает так, что Он только начинает здесь, а закончит потом в другом месте. Поэтому мы должны сегодня приготовиться к терпению. Кончилось терпение, включая долготерпение. А Иисус вообще сказал, терпением спасайте душу вашей, не только верой. Это Павел говорит, и Иаков, верой спасайте. А Иисус сказал, терпением спасайте. Почему? Потому что Иисус Сам терпел, и нам велел. И поэтому терпение, братья, долготерпение, братья и сестры, для того, чтобы пожать урожай душ. И я хочу сегодня вдохновить вас. Победите эту грусть. Победите вашу боль любовью. Очиститесь от гордыни. Очиститесь от своего неисполненного ожидания. И обид на Бога. Очиститесь от обид на братьев. На ваших братьев. Не обижайтесь. Не обижайтесь на ваших сестер. Будьте хорошими. Потому что Господь не разрешает вам на них обижаться. Вы понимаете? Не думайте плохо друг о друге. Потому что Господь не разрешает нам плохо думать друг о друге. А лучше любовью сдайте себе задание возлюбить. И возлюбите. Вот и все. Смотрите, как все по-другому сразу станет. Все сразу станет по-другому. Я хочу просто перед тем, как мы будем дальше слушать Божье Слово от наших гостей дорогих, я хочу просто коротенько сказать о том, что меня коснулось в одном псалме, что Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Я думал, как же это слитый в одно? Что он имеет в виду? Это тесто замешанное, или вода, залитая в один сосуд, или золото переплавленное в одной чаше. Но слитый в одно. Вы представляете, какой уровень единства Господь ожидает от нас? И в нашей церкви, в нашем служении, в нашем движении, как вы его назовете, в теле Христа, Господь сегодня ожидает быть, чтобы слитые в одно мы были с вами. Видите, мы сидим, знаете, с вами в одной на стульях, и порой так вот, знаете, ну, как бы в состоянии таком кусучем, а нам нужно слиться в одно. И это возможно только по духу, по духу святыни. Аминь. Видите, некоторые обниматься полезли. Приставать. Слава Господу. Это единство, уровень высочайший. Уравнивание. Расплавленное золото, я бы сказал. Единый хлеб. Это слитый в одно. И куда восходят колено, колено Господне. Сегодня это региональные церкви. По закону Израиля, уславить имя Господне, там стоят престолы суда. И ух, я вот это меня сильно пробило. Как престолы? Там же один есть престол суда. Престолы суда. Вот Господь хочет, чтобы мы в региональных церквях установили престолы суда. Если вы город, ключевой город в определенном регионе, установите престол суда. Вы понимаете, установили престолы суда во множественном числе. Там, где Божья истина звучит. Божья истина – это престол суда. Престол, правящая истина. Правящая истина. В ваших городах установите престол суда в вашем городе. Смотрите, это духовная власть. И написано, престолы дома Давидова. Вот это меня коснулось. Оказывается, в доме Давида есть множество престолов. Что же за престолы? Я раньше думал, что там только один престол для Бога Отца. Но может быть, еще рядом такой небольшой престольчик для Бога Сына. Но кто-то говорит еще, что у Духа Святого есть престол. Я, правда, об этом не читал и это не провозглашаю. Но как минимум в два престола я верил. А тут, оказывается, престолы в доме Давида. Множество, множество, множество престолов. Вы понимаете? И Писание говорит, что я верю, что это в доме Давида, в этом теле Христа, это такие апостольские церкви, где есть действительно правление Бога. Где устанавливается в этих городах правящее правление Бога. Престолы Давида. Скажите, престол Давида. И ты посмотри на свою церковь сегодня, на твой город. И там установи престол Давида. Престолы суда, престолы Давида. Это апостольские центры. Там, где есть апостолы, которые установили престол для Господа. Где правление Господа высвобождено. Где Иисус есть глава церкви. Там, где братья цари сидят с царем царей. С Господом на престолах. И они развили царскую культуру. Там, где действительно в церкви ты чувствуешь, что здесь есть Божий престол. И он почтен. Он возвеличен. Это культура почтения Божьего. Где чувствуется, что здесь есть престол Господа. Где он правящий Бог. И не только в собраниях, в стенах церкви. Но в этом городе. В этом регионе. Высвобождается эта Божья апостольская власть. Я сегодня хочу, братья, благословить вас. Чтобы вы взяли со всей этой дерзновенной верой. Взяли это божественное благословение. И установили престол Давида. В своих городах. В своих регионах. Во имя Иисуса Христа. Сегодня многие приехали из Азии здесь, братья. С Узбекистана, даже Таджикистана. Брат у нас даже готовится двигаться и даже в Иран. Мы говорим о таких вещах серьезных. И как такие маленькие мальчишки с флажками. Но Бог что-то делает на пути. Наши ноги крепнут. Руки облегаются мышцами. Он учит наши персты брани, а не только руки. Вы знаете, перстами тоже надо уметь брониться. Зачем перстами брониться? Это ползти, цепляться. И когда уже и руки отказывают. И ногами не на что упереться. Ты начинаешь перстами ползти. Знаете, эти скалолазы. Для них перстами это очень серьезно. И там на трех перстах могут висеть. На одном пальце могут стоять. Вы понимаете? Видели таких ребят? Которые на двух пальцах отжимаются. Вот. Вот Бог хочет сегодня нас с вами натренировать. Воинствовать. Господи благослови. Я хочу дать два объявления небольших. И мы будем дальше двигаться. Первое это то, что мы говорили о хорах. К нам приезжали женщины, сестры с Финляндии. Мы на самом деле раскусили их ДНК. Но, надеюсь, они такие настоящие смиренные люди, простые. И они приезжали и рассказали, что у них в каком-то маленьком городе три ребеночка, какая-то женщина получила откровение. Маленькое откровение. И они начали двигаться, что детей стали ставить, чтобы прославлять. И Бог начал так благословлять это движение, что эти хоры стали распространяться. Сейчас они больше, чем на 100, по-моему, больше 100 языков у них видения, или они уже сделали на разных языках. Даже на тибетском. На еврейском. На русском. На разных языках мира они делают. На китайском. И так далее. Делают детские песни. Он называется «Ура». Ну, как бы, как он по-английски звучит? Юпи. Да? Так? Вот. Ну, то есть восклицание. И вот этот хор тоже мы сегодня имеем. Они приезжали к нам, мы начали движение. И дети наши ездят. Вот такие маленькие детки. Там 3, 4, 5 лет, больше 9, 10. Они ездят и проповедуют в детских домах. Вы знаете, учителя не принимают Евангелие от взрослых. Но через этих детей эти люди принимают покаяние. И у нас уже есть там несколько хоров. Они высвобождаются дальше. Я вдохновляю вас, Инна. Просто у вас должны в этом все, весь Хабаровский край, в хорах в этих. И у них есть откровение, что они пойдут от Мурманска до Владивостока. У них было откровение. И они, когда приехали в Восток, они сказали, да у нас откровение о Владивостоке есть. Мы никогда там здесь не были. Но у нас есть что, мы пойдем по всей России. И сейчас вот они хотят поехать в Калининград. Мы тоже вдохновляем вас, всех западных. Дима, москвичи, питерцы, пошлите ваших людей поучиться на этих семинарах там, чтобы вы потом здесь высвобождались. Вы не можете зайти в училище. Вы не можете в некоторые места зайти, вы не можете. Но через детей этих вы зайдете туда. Они в таких желтых футболках. Ура, здесь написано. Они поют песни о Господе. И ребенка невозможно остановить, потому что он такой чистый. И он так восставляет Господа. И эти преподавали учителям, родители детей, которые там, они в церкви не принимают, они стесняются выйти на покаяние. Но с этими детьми они каются и принимают Христа. Это очень мощный инструмент. И через этих детей Бог решил покаять планету. Вот. Просто мы хотим сделать это наиболее сильным. Это просто инструмент. Это не значит, что только на этом хоре все заключено. Но это значит, что просто это один из инструментов, посланный нам с небес в помощь, который пришел через откровение, через маленькое начало, через несколько семечек. И сейчас это движение начинает расти у нас. Я хочу вдохновить вас. Соберите команды. В Калининграде они приедут, будут учить в школе библейской. Пошлите из Петербурга, с Москвы, отовсюду западные регионы, учителей, которые там, и потом у вас двинется, и через этих детей ваших, детское служение, пять деточек может быть, и у вас уже хор есть. Пусть они без слуха, без ничего. Это просто вы увидите, вы уже не сможете от этого отойти. У нас тоже начинается хор из бомжей, из бездомных. У нас вообще дом бездомных называется дворянское гнездо. Но знаете, каждому человеку хочется быть дворянином. Если уж не христианином, но они пока приходят, мы говорим, это дворянское гнездо. Ты понимаешь, с подвалу, ну, ну, да, да, понятно все. Где борщ, хлеб. А потом начинается, а у нас есть орлиная сопка. И там, где мы постоянно молимся. И вот эти две вещи мы соединим, и получилось орлиное гнездо. В общем, этот хор. Я надеюсь, что этот хор будет путешествовать потом по всей стране. Я надеюсь, что мы высоводим эту благодать, когда они со своими, простите, ртами без зубов, они выползают с подвалов и потом выходят на сцену. У них есть уже ноги свои. Они выходят и открывают свои рты из подвалов, которые кроме матершины ничего там не было. Это не наркоманы, это бомжи, вы понимаете, с подвалов. Это другая категория людей. Это нижнего ада черти. Понимаете? И они там, более низкого. И они открывают рты. И мы сейчас вот... Я хочу вдохновить вас. Дайте благодати ход. Дайте ход благодати. Там, где самый адский уровень, высвободите оттуда благодать. Поднимите, там вот возьмите самое исчадие, последнее, и подумайте, как же он может сесть на престоле. И уже так и на него смотрите, и начинайте возводить его. Бог умножит силу на вашей церкви через это. Дайте, поднимайте хоры бомжей. Но это вам только так. Вот просто на засыпку. Вы сами должны работать мозгами. Духом ума своего. Вы здесь делаете хор. Вот у вас бомжи. Хор всероссийского значения. Аминь. Это просто... Это то, что мы должны сегодня так понимать вещи. Наши спасенные люди не должны сидеть на месте, и мы радуемся о том, что они пришли в воскресенье. Нет, они должны служить Господу. Пусть делают невероятные вещи. Пусть делают невероятные вещи. И последнее еще, тоже одна радостная весть. Надеемся по благодати Божьей. В мае мы хотим начать миссионерскую школу. Мы уже долго лет мечтаем о том, чтобы в России была миссионерская школа. У нас многие миссионеры, которые пошли на миссии, они пошли на энтузиазме. Но вы знаете, это хорошо, когда энтузиазм, когда есть жажда, но нужна еще также и способность. И мы должны научить этих людей, что такое адаптация, как привыкать к еде, как стресс. Когда мы нас вооружили этим знанием, одна сторона рассказывает, я все время спала там, я была под осуждением, что я бездельничаю, что я ленюсь. А на самом деле, когда она прочитала учение, что миссионер первый год хочет спать в чужой культуре, что это нормальное состояние, я освободилась от этого, потому что это учение. Что стресс в чужой стране, в чужой культуре, в чужом жутке, это нормально, это не ты такой плохой человек. Это каждый миссионер проходит эти вещи. Борется с депрессией и так далее. То есть это нормально. И мы хотим, чтобы наши миссионеры вооружились. Кто-то уже, который на миссии засиделся, он может перезагрузиться. Не думайте о том, что вы все знаете. Ты должен просто напомнить, напоминанием чистый смысл, перезагрузиться. А другие миссионеры, которые мы приглашаем, три контингента людей. Первое, это действующих миссионеров. В эту школу полгода будут эти школы с небольшими перерывами. Это мы потом вышлем вам подробное письмо со всей подробной информацией. Значит, первое, это действующие миссионеры на миссиях. Пастыряли лидеры, делатели. Второй контингент людей, это, может быть, пастыры, лидеры русскоязычные в России или за пределами, которые хотят двинуться на миссии. И вы чувствуете, что это не предел, то, что вы в каком-то городе России живете, но вы чувствуете, что Бог ведет вас на миссию, на миссионерские поля. Это нормально. Пока у вас есть порох в пороховницах, братья и сестры, пока не задрожали сторожащий дом, пока глаза не потускнели, смотрящие в окно, пока язык не провалился у колодца, пока серебряная цепочка не порвалась, пока высоты не стали страшны. Вы знаете, как старик переходит дорогу, он боится любого шороха, его надо сразу подхватить под локти и провести. Вот так многие пастыря уже живут. Они уже не могут подвиги творить. Какая там миссия вообще. Ему бы ребенка устроить, за что ему жить. И вот такие вот уже, знаете, ветряные мельницы у него стоят перед глазами, и просто жалко на него смотреть. Это уже просто диагноз выписывать и все. Вы понимаете, я с уважением говорю, потому что мы сами в таком положении. Божье Слово и меня испытает этим всем. Но мы сегодня с вами, призывая, пока есть сила, делайте самое лучшее для Господа. И третий контингент людей, это студенты библейской школы. Вот этих всех студентов, которые вы сейчас проходите школы, сразу же сначала, сразу вдохновляйте учиться их дальше продолжать. Пока у них есть, они первый цикл проходят, первый этот курс, и потом сразу же на миссионерскую школу. Те, кто хочет, желает, и двигаться дальше в миссионерстве. Вы понимаете? Поэтому мы сейчас собираем этих людей, и мы хотим двинуть эту миссионерскую школу во Владивостоке в мае месяце. И просто собирайте, зарабатывайте финансы, на дорогу, на еду, сколько сможете. Вера, эта школа веры тоже будет. Вот, чтобы мы могли вложить свое, чтобы мы могли купить свой путь. Вот, просто делайте невероятные вещи, потому что это шанс для вас поднять, вот как вот есть образование, социальный лифт, так же есть духовный лифт, когда мы просто вкладываем в нашу будущую судьбу, и потом наше качество жизни меняется в Духе Святом, в Боге. Аминь. И нам сегодня не надо теплое место. Нам сегодня нужно ближе к сердцу Господа, а Его сердце в миссиях. Мы знаем, что Его сердце в миссиях. Во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Коротко помолимся, сидя на местах.